Меня всегда поражала пассивность жертв, даже ввиду неминуемой и очевидной смерти. Человек спокойно стоит, когда ему в упор целятся между глаз из автомата. Жертвам довольно грубо перерезали шею, поддевали трахею и пересекали ее, как при забое с хта. Зрелище не из приятных. Человек свистит, дергается минут 15. Перед тем, как бросить в общую могилу, его все равно приходилось достреливать. Солдаты. Вы холодны, голодны, раздеты, но в пределах Садового кольца лежат самые тучные пастбища в мире. 50 лет назад доблестная германская армия показала вам путь к освобождению. Вступайте в русскую освободительную армию бригадного генерала Салмана Радуева. Дмитрий Корчинский. Война в толпе. С каждым днем наше общество становится все циничнее и циничнее. Политические спекулянты наживаются на горе родителей. Забивают неокрепшие умы экстремистскими идеями, которые приводят их за решетку. А сами на этом создают разные партии и движения. В декабре прошлого года в Невенномыске произошла ужасная трагедия. Русские парни повздорили с русской девушкой на дискотеке. Подружка последней позвонила знакомому чеченцу и попросила помощи. Тот приехал со своим братом. Компании русских парней была гораздо больше, но все равно не стала нападать группой на двоих. Висхан с Николаем отошли решить этот вопрос один на один. Николай Науменко был парнем неробкого десятка. Имел спортивные разряды по боевым единоборствам. Когда его противник понял, что не справляется с ним, он нанес ему удар ножом в область паха. От полученной раны Николай скончался, а убийца с места преступления скрылся. Как это у нас часто бывает, органы правопорядка не смогли вовремя среагировать и поймать преступника. Он объявлен во всероссийский розыск и до сих пор не найден. Чуть позже в городе начинаются волны. Какие-то силы нагоняют в невинку гастролирующих нациков-радикалов. Организуются митинги. Местные не могут понять, кто эти люди и что они хотят. Люди беспокоятся за своих детей и родных. Вы посмотрите, у нас работают люди разной национальности. Они и русские, и украинцы, и чеченцы, и дагестанцы. Любая национальность. Но вы посмотрите, у нас же все дружно. Мы бок о бок работаем вместе. Меня очень возмущает то, что наш город превратили в политическую разменную монету. Да кто же за всем этим стоит? Кто дергает митинги из-за кулис и делает из трагической гибели русского парня личный бизнес-проект? В первую очередь стоит упомянуть давнего кунака Шемеля Басаева Дмитрия Корчинского, который сейчас своими кунаками стал называть ставропольчан. Еще каких-то 10-15 лет назад он призывал русских в ряды армии Басаева. А сегодня он присылает на Ставрополье своих боевых товарищей и обращается к жителям невинки со словами. Ваша судьба определяется тем, что вы зажаты между Эмаратом Кавказ и Московским Улусом. Кавказ и Кремль понимают только один язык межнационального общения. Язык силы. Пора ее показать. Ставрополье не Кавказ. Это требование должно кричать с каждой стены. И с каждого ролика на Ютьюбе. С каждого поста в блогах. Иначе его не услышат. Надумаете уехать, помните, бежать уже некуда. Все лучшие места в России заняты выходцами из Азии. Остается Украина, которая всегда будет рада своим детям. Далее Корчинский приглашает всех к себе в гости. Правда, он не уточняет, в качестве кого ждет гостей с Невинномыска и Ставрополь. В качестве подопытных объектов для экспериментов с горлом, трахеями и контрольными выстрелами в голову. Или пан Корчинский освоил какую-то новую технологию и забаву, когда жертва должна сама добровольно прийти в расставленный им капкан. Надо отметить, что давние боевые товарищи Корчинского уже отправили ему свою ноту протеста. Что он без согласования с ними ведет такие двойные игры и использует антиимаратскую лексику. Перейдем к другому выходцу из Украины, который нынче целый профессор МГИМО и завкафедры по связям с общественностью на государственном обеспечении. После событий в Ньюнке и магистр черного пиара. Валерий Соловей давно был известен своими националистическими идеями. В минувшем году и партию даже свою зарегистрировал. Любит всегда подчеркивать, что он русский националист. Но с каких это пор русский национализм стал пораженческой идеологией? Разве русский националист не должен желать величия и укропнения своей стране? Нет. Сейчас по Соловью уже и наяву. Русское государство должно скидывать территорию, сбрасывать Кавказ, потом по Волжье, Сибирь и далее по списку. Сузиться до границ московского княжества. Что-то это сильно напоминает. Ах да. Такое вроде было уже 20 лет назад. Правда, тогда это сделали, заразив всех демократическими веями. Огромная страна рассыпалась, как карточный домик. Последовавшие события раскрыли глаза народу на все прелести этой новой псевдодемократии, которая на самом деле оказалась симбиозом олигархии с анархией, которая сильно подкреплялась к демократической версии. «Пипл все схавает», — говорила тогдашняя пятая колонна Запада в России. Но «Пипл» уже перестал это хавать. И тогда заокеанские товарищи пошли в Аббанк, стали поддерживать радикальных националистов России, поняв, что в демократию русский народ больше не хочет играть, не хочет из-за нее идти на штуки. А что, если внушить им, что настоящий русский националист должен отсечь от себя все народы, закрыть границы и жить на своей маленькой территории, огражденной высокой стеной и колючей проволокой. Раз смогли сделать с индейцами в Америке, сможем и с русскими. Загоним их в резервацию. Далее находятся всякие «соловьи», которые разбираются в пиар-технологиях, даже целыми кафедрами по этому направлению заведуют в ведущем вузе страны, имеют нереализованные политические амбиции и с помощью них ищут какие-то личные трагедии, которые можно использовать для набирания политических очков. Хорошо, что в невинке на такую наживку не клюнули ни простые местные жители, ни националисты из их числа. Они открыто, не скрывая свои лица, заявили, что не хотят видеть в своем городе гастролирующих актеров, что эти актеры ничуть не лучше тех кавказцев, которые приезжают развлекаться и не умеют себя культурно вести. Достаточно даже зайти в группу русских пробежек, чтобы понять эти настроения. Они не хотят, чтобы их край и город становились полигоном для обкатки чуждых русскому народу цветных технологий массового манипулирования. К сожалению, некоторые повелись на эти технологии. В основном это те, кому приходилось однажды в жизни сталкиваться с приезжими правонарушителями и нечистоплотными правоохранителями. Теперь и они стали заложниками антирусских настроений. Корчинские, Соловьи и их приспешники на местах решили нажиться на очередной трагедии русской семьи. Сейчас их бизнес-проектом стал осужденный на 9 лет русский парень из Карачаева-Черкесии Евгений Стригин. Бедный парень и не подозревает, что из него сделали очередной инструмент по набиранию политических очков и новых финансовых поступлений для себя эти специалисты по манипуляциям. Ставропольский край — сердце и центр Кавказа. И всегда должен им оставаться, без каких-то оглядок в сторону. Не верьте этим новоявленным бендерам, что заграница нам поможет. Завтра они начнут уже декларировать совершенно иные цели. А послезавтра мы можем проснуться в другой стране. Если еще два дня не будет приличной пищи, я взбунтую местные племена. И вот что сделаю. Объявлю священную войну джихад, ну, например, Тани. Пот найдется. Зачем они убили своего принца Гаврита, а? Ох!